Радио Болтком. Утро на Болткоме. Доброе пятничное утро. Хотя для кого-то может быть не пятничное, ведь завтра рабочая суббота для ряда. Я уверен, что для всех пятничное. Даже если завтра рабочая суббота. Доброе утро пятницы. Здравствуйте. Необычный у нас будет сегодня немножко эфир. Мы надеемся, что к нам в какую-то в любую минуту подключится. Очень интересный гость. Это Максим Кравчинский, автор книг «Интеллигенция поет блатные песни», песни, запрещенные в СССР. Но он исследователь, ну скажем так, и шансона, и авторской песни. Потому что сюда входят ведь и Акуджава, и Высоцкий, и Вертинский. То есть практически весь этот спектр авторской песни, в том числе песни в эмиграции, в изгнании. Вот он исследовал. И живет он в Торонто, но просто в настоящее время находится в Москве. Поэтому как бы время более близкое нам. Что характерно и там, и там. Какие гороскопы, господи? Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Почему гороскопы, я хотел сказать? Ну, потому что давно не было у нас Бушуровой. Наталья Бушурова, если Вы нас слышите, выходите на связь. Хорошие новости. Ну, во-первых, да, все эти строчки откуда-то лезут в голову, про голуби летят над нашей зоной. Шел на работу, смотрю, стайка голубей, я знал, какой гость будет, и тоже всплыл откуда-то из-под сознания. Метеорит, он над зоной летит, там тоже было прекрасно. Метеорит. Метеорит, да? Метеорит. И окурочек с красной помадой. Кстати, вот Максим подключился сейчас к нам. Да, к нам, да. И мы можем, наверное, попытаться вывести его в эфир. Попросим нашего звукорежиссера. Максим, слышите ли Вы нас? Доброе ли у Вас утро, Максим? Да, приветствую, доброе утро. Доброе утро. Справился со звуком. Нормальный фон такой или надо что-то в адресу найти? Нет, нет, нет. Если единственное, что возможность есть его сделать горизонтальным, это было бы идеально. Ну, вот, да, прекрасно, потому что тогда у нас не будет черных этих полосочек по краям. Максим, спасибо огромное, что нашли время. И, может быть, ну, начнем с повода для встреч, ваш визит на московский фестиваль, как раз-таки фильмов, посвященных теме зарубежья, который организовал Дом русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына. И о вашей работе, которую вы представляли на этом фестивале, и что вот подсподвигло заняться теперь уже и созданием документальных фильмов? Да, хорошо. Можем начинать? Да, конечно. Мы ждем полчаса. Нет, мы не ждем полчаса, мы уже в эфире. Мы уже в эфире, и, бога ради, прекратите трогать экран, меня укачивают. Да, мы просто видим вас, и, я понимаю, что наши слушатели тоже, те, кто подключился в трансляцию. Вот, зафиксируемся, отлично. Прекрасно, да. Хороший план. Максим. Несколько слов тогда о фильме. Просто поставить, у меня не получается. Да ничего, все прекрасно. У вас все прекрасно получилось. Да, спасибо. Приехал в этом году на 15-й международный кинофестиваль русской зарубежья. Приехал по приглашению организаторов. Впервые как член жюри. Вчера было горячее заседание, мы решали, жюри в группе неигровых фильмов, долго тбились за то, кого выбрать победителем, кому отдать второй приз. Специальный приз в этом году еще они учредили. Но не буду все разглашать. Появился в жюри, потому что в прошлом году я дебютировал на этом же фестивале с документальным фильмом, первым сделанным намного как режиссером, который называется «Борис Волков. Ружьте, отец канадского балета». И у этого фильма довольно интересная история. Я приехал в Торонто пять лет назад. Вот в январе будет как пять лет. Ну и когда приехал в новый город, хожу, значит, смотрю какие-то вещи. И так как давно занимаюсь историей эмиграции, музыкальной прежде всего, но тем не менее. Особенно искал какие-то осколки, скажем так, русского мира. В Торонто этого, конечно, не так много, как в Париже или в Нью-Йорке, но все равно что-то есть. Там, скажем, похоронена великая княгиня Ольга Александровна. В общем, какие-то приметы все равно есть. Что-то можно найти. И вот я иду, там такая центральная улица, которая называется «Янг-стрит». Она очень длинная. И от Торонто сейчас, надо сказать, что он очень строится так мощно, как Москва в 90-е. Там сносятся старые здания просто безжалостно. И везде небоскребы, небоскребы, небоскребы. И вот я иду среди этих небоскребов. И вдруг вижу, вот маленький домик такой стоит. Вот у меня первое ощущение, что это как будто сундук кто-то при переезде забыл. Я так удивился. То есть слева небоскреб, справа небоскреб. А тут какой-то... Причем он по канадским меркам, ну, очень старый. Там 200 лет ему, наверное. И я так со всех сторон его стал обходить. Думаю, что же они его забыли. Как будто прям забыли снести. И вдруг вижу огромная мемориальная доска. Такая в канадском стиле. Такой круг такой железный. И я стою, начинаю читать. В этом здании находилась первая балетная студия Бориса Волкова. Даты жизни в скобках 1900-1974. Отца канадского балета. И вот по мере чтения этого текста у меня просто отваливается челюсть. Потому что, ну, понимаете, там, на протяжении 20-30 лет, занимаясь историей миграции, ну, как бы музыкальной прежде всего, но все равно, то есть в орбиту же втягиваются там и балетные, и литературные какие-то имена. А я вообще его не слышал никогда. То есть, ну, вот от слова, как сейчас говорят, совсем. Я считаю, там, у человека награжден высшей наградой страны, орденом Канады. Они сохранили его первую студию балетную. Ну, и так далее. То есть, да, отец канадского балета, такое громкое имя. Я вообще просто удивлен. Прихожу, лезу в интернет. Ну, какая-то скудная информация. Я даже не уверен, что у него есть страничка в Виттипедии. Ну, в общем, какие-то канадские, так сказать, историки, культуры что-то про него писали. Ну, я заинтересовался. В общем, нашел в итоге, что его архив хранится в главной библиотеке Торонто. Пошел туда, записался. Это что-то типа отдел редких книг. И там девять таких огромных коробов, значит, со всем, что ему принадлежало. Видимо, его жена была, или он сам, был очень таким педантичным человеком, потому что там все прям разложено по ящичкам в строгой хронологии. И там интереснейшая судьба оказалась. Человек родился в деревне Тульской области, в крестьянской семье. Просто любил танцевать. И брат его старший любил танцевать. И старший брат с какой-то театральной труппой, так сказать, колесил по Российской империи и позвал младшего, когда, в общем, как-то немножко встал на ноги. И с девяти лет его настоящая фамилия Баскаков. Он Волков по матери. Волковым стал уже, оказавшись в Канаде, видимо. И он танцевал, значит, с девяти лет по городам и весям, там, на сценах театров каких-то, ну, в кордебалете, условно говоря, в балетных постановках, там, в Варшавском оперном театре, Тишиневском. Потом война. Они в войсках с братом гастролировали, выступали перед офицерами, перед солдатами. А когда революция, его, значит, революция случилась, и гражданская война, его призвали в армию. Но он все-таки такой бодемный человек, по сути своей, в общем, насилие. Это было совершенно не его. И он наплел там руководству своему армейскому, что надо срочно один театр создавать. Они его отпустили. Он сказал, что поедет за концертными костюмами себе в деревню, в Тулу. Они его отпустили в деревню. Он церковного дьяка там подкупил, исправился при год рождения. И вместо того, чтобы вернуться с костюмами обратно в действующую часть, он поехал в Москву, в училище Большого театра. И вот была его мечта. Он стал учиться на профессионального балетного танцора, хореографа. Учился у Александра Горского. Это такой новатор балетный, который в то время в Большом театре, я не помню, возглавлял его какое-то время или был главным балетмейстером. Ну, поправит меня историю эти балета. И, в общем, он отучился и вошел в труппу. Называлась она «Государственный молодой балет». И в 1924 году Волков вместе с этой труппой, вот тогда еще Баскаков, вместе с этой труппой подбыл на гастроли. И тогда еще границы были открыты. Они по Сибири ездили и по Харбину. Ну, я представляю его ощущение, разбитые, значит, разрухи революционные сибирских городов. Они попадают в Харбин, и он, на все это посмотрев, вместе с полудюжиной других своих коллег, они вот остались, скажем так, на Западе, да, ну, условно. Это теперь были невозвращенцы, да, получается? Да, стали невозвращенцами балетными. Ну, и дальше начинается его интереснейшая «Одиссея», которая и привела к тому, что он стал вот тем, тем стал, отцом канадского балета. Там тоже не все так просто, то есть, казалось мне это сначала, что будет легкая прогулка, когда я нашел огромное количество, ну, материалов каких-то, правда, видео было очень мало, но было много. То есть, в биографии в целом все было понятно. И казалось, что все будет легко и просто. Вот такой фильм, как бы дежурный из серии «Жизнь замечательных людей». Оказалось, все не так просто, несмотря на то, что его уже почти 50 лет на свете нету. В балетном мире, в местном какие-то течения, какая-то ревность продолжается. Одни люди категорически отказывались о нем говорить, вторые говорили с охотой. В общем, получилось такое маленькое расследование. Ну, и довольно интересный фильм, его уже показывали каким-то каналом в России. И вот на фестиваль я его привозил. Он, правда, ничего не выиграл, но для меня было важно, что первый фильм просто был даже номинирован на такой фестиваль. Ну, а тем более, что вот на следующий год, ну, сейчас меня пригласили в жюри, еще более приятный и большая честь, потому что Канада, как оказалось, была как фильмом представлена впервые, и впервые член жюри представляет Канаду на этом фестивале. Вот такая история, то, что касается кино. Да, действительно, крупная история. Да, могу добавить два слова еще, что в этом году мы тоже выиграли грант в Канаде и будем снимать новый фильм, который будет называться «Русские музы, покорившие Канаду». Он будет посвящен гастролям в Канаде Сергея Рахманинова, Федора Шаляпина и Анны Павловой и их влиянию на канадскую культуру, которая во многом очевидна. Это поддерживается, я понимаю, правительством Канады, да, этот проект? То есть там какие-то культурные... Да, в них нет Министерства культуры, которого прямо называлось Министерство культуры Канады. Оно называется что-то типа Министерство культурного наследия такое или просто наследие. И в рамках этой организации есть Canada Media Fund, который поддерживает проекты, причем на самых разных языках. Конкретно этот проект будет сниматься изначально на русском. О, интересно. А вот с фильмом о Волковом там откуда было финансирование? То есть это было желание снять за собственные деньги или удалось найти деньги каких-то спонсоров или это были государственные? Нет-нет, я же работаю в Канаде в довольно крупной телевизионной компании, она называется Ethnic Channel Group, и мы всегда как бы от нее, я подаю заявки на грант и вот в Канаде Медиафанд и финансирует правительство Канады. Где можно посмотреть? Ну, то есть я понимаю, что на сайте, кстати, вот в фестивале «Русское зарубежье» была информация, что часть фильмов можно было посмотреть онлайн и в интернете. А вот где можно посмотреть, в частности, вот эту работу о Борисе Волкове? Ну, он еще катается в фестивале, мы его пока не выложили в открытый доступ. Он был в прошлом году, когда фестиваль проводится, есть доступ к фильму. В прошлом году он там три дня висел, потом его показывал канал «Дождь» несколько раз. Культура, к сожалению, отказалась его взять, сказав, что как бы фильм хороший, но имя нам совершенно неизвестно. Я как бы не понял этот ответ. Интересно, похоже. Я думаю, что в начале года мы его выложим, может быть, в YouTube. Я должен просто поговорить, условно говоря, с руководством компании, как они к этому отнесутся. И он еще на фестивале, 28 ноября он будет на фестивале Golden Unicorn, неделя русского кино в Лондоне. Ну, то есть он еще катается в фестивале, я просто не хочу пока просто выкладывать в открытый доступ. Ну, еще чуть-чуть, а потом выложим, конечно, что на нем сидеть. По поводу, действительно, русских за границей, вот насколько все-таки влияние русской культуры через вот эти волны эмиграции? Вот я, кстати, поразил момент, что ведь действительно невозвращенец балета, вот 60-е, 70-е, ну, наверное, 70-е, или вот начиная с Нуриева, и затем уже и Годунов, и Барышников, и там огромнейшее количество, то есть эти волны. А начиналось, оказывается, все еще в 24-м. Вот эти волны эмиграции, какое они влияние оказали на все-таки вот на мировую культуру, ну, или, можно сказать, на канадскую, если в частности? Ну, когда мы снимали фильм про Бориса Волкова, у нас в качестве экспертов принимала участие такой известный балетный критик Анна Галайда, и она там произносит фразу, вернее, две фразы очень коротких репликов, которые исчерпывающие на вас вопрос отвечают, скажем, в частности, балета. Она говорит, что не только прима балерины в лице, скажем, там, Ксишинской, боюсь выговорить это слово, Матильды Ксишинской или там, не знаю, Тамара Корсавина или все кого-то, эмигрировали, не только прима, да, но и артисты, когда балеты, и хореографы там второго и третьего ряда, и все они, то есть, если говорить вообще о балете как явлении, он и весь в протяжении 20-го века создавался русскими, ну, по крайней мере, выпускниками там, балетных училищ Российской империи бывшей, это то, что касается балета. Оперная сцена, ну, наверное, в меньшей степени, хотя Шаляпин в то время был очень известен, такая стопроцентная узнаваемость у него была в мире как представителя русского искусства. Я думаю, что в то время он сильно влиял на оперную сцену. Сейчас его имя, ну, особенно в Канаде, конечно, оно так не особенно известно. Рахманинов, да, вот, он очень известен, его произведения есть в репертуаре практически всех оркестров канадских, более-менее известных. И когда мы сейчас новую заявку писали, с удивлением узнал, что Рахманинов был в Канаде, сколько вы думаете, раз? Он был в Канаде больше 40 раз. То есть он ездил, да, он ездил туда практически по нескольку раз в год, и последний раз он был в октябре 42-го, то есть за полгода до смерти. Вот, он очень любил эту страну и постоянно там гастролировал, его хорошо знают, помнят, в пригороде Торонто есть даже небольшая, они называют это, он даже консерватория имени Рахманинова, но это музыкальная школа частная. Ну, то есть имя живет, оно хорошо известно каждому. Ну, как бы таким образом, ну, тут много можно говорить про это, у меня основная моя тема, как вы знаете, Олег, я люблю такую эстраду, скажем, русскую эмиграцию, и первой волны особенно, тогда она, конечно, ее площадками для выступления были рестораны, кабаре, и у меня есть задумка создания новой книги, которой, условно, я хотел бы назвать, как росла и расцветала русская клюква, потому что, помимо высокого искусства, в общем, было много малых форм, которые просто, люди кормились им в буквальном смысле, ведь не секрет, что всякие кавказские князья присолили лиздинку, кабаре, да, там огромное количество труп казаков, джедитов, удивляло французов, там искусством джедитов, ну и жители других европейских столиц, в прямом смысле, великие князья сидели за роялем, если мы сейчас возьмем пластинки Юрия Морфеси, то мы можем прочитать, что у рояля князь Сергей Голицын, и, то есть, и малые формы тоже как бы влияли, они создавали тем самым вот эти кабары огромном количестве открывшиеся, вот эти пляшущие в кавказских бурках, значит, князья, которые им поддисыпали чаевые, они, особым шиком было, вот у них в рту полный тинжалов рота, он выхватывал эти тинжалы, и деньги, которые лежали на полу, надо было так попасть в тинжал, пригвоздить эту купюру к полу, то есть, все вот эти вещи, они тоже влияли, пророждая вот этот, тот самый миф о загадочной русской душе, да, что вот этот контраст, как бы, когда там генерал стоит на метрототелье у ресторана, а вчерашний князь танцует лиздинку, все это тоже работало на образ России, как бы, есть разные мнения, хорошо это было или плохо, но факт остается фактом, все это влияло, конечно, на культуру тех стран, где были русские иммигранты, ну, конечно, кино, я в этом небольшой специалист, да, но там имена Мазухина, все же это было очень известно в то время, они как бы делали погоду в мировом кино, там Михаил Вавич, кстати, который с Ригой был каким-то образом связан, уже сейчас не помню как, тоже был звездой немого кино в Лос-Анджелесе был такой актер, вот. Михаил Чехов, который у нас практически, да, ну, создал театр, русский театр в Латвии, ведь он в Голливуде играл у Хичкока, и, ну, практически был учителем вот системы Станиславского для целой плеяды звезд Голливуда. Да, ну, еще уж говорите, Михаил Чехов, да, который тоже воспитал огромное количество звезд Голливуда, начиная с Юлы Бриннера. Ну, тот же самый Юл Бриннер, кстати, да. у которого тоже корни, в общем-то, понятно, откуда растут, и когда иногда заглядываешь, просто удивляешься, поражаешься, что из Российской империи просто вот, ну, и Чарльз Бронсон, ну, вот, все-таки у него по материнской линии из Литвы, но, в принципе, там не только литовские, но и русские, еврейские корни, и автор, который сочинил мелодию Джеймса Бонда, не Джон Барри, который делал аранжировку, а Мартин, вот я все время забываю его фамилию, у него мать была из Риги, вот, из еврейской семьи, которая переселилась в Великобританию, и вот, то есть, просто куда ни копни, вот, везде, везде, везде выходцы из Русской империи, то есть, с одной стороны, вот, Максим, как вы считаете, ведь это, что это было, вот этот исход массовый из Российской империи, который начался еще до революции, ведь, ну, можно вспомнить, там, еврейские погромы, там, Баймир Бездушейн, это, опять-таки, мелодия, написанная выходцем из, ну, он родился в Америке, но его родители бежали от еврейских погромов из Российской империи, то есть, ну, вот я просто, ну, привожу вот это широкими мазками, это были потери для русской культуры, или это было какое-то, наоборот, рассеивание, вот каких-то по миру, не знаю, семян доброго, разумного, вечного. Хороший вопрос, я, честно говоря, с этой точки зрения никогда не задумывался об этом, но, наверное, все-таки это была трагедия, я думаю, что лучше бы, чтобы такого рассеяния не случилось, потому что сегодня мы до скорости асфолты собрать не можем, с одной стороны, да, куда-нибудь, недавно был конгресс отечественников, до моего приезда, и сказали, что на нем присутствовали представители русской диаспоры из ста двух стран. То есть представители, да, асфолты, то есть рассыпаны, я помню, в 2007 году в Москве проводился фестиваль «Русская песня», правительство Москвы тоже делало, и я приехал там в гости к участникам, они мне список дают, и я смотрю там русскую песню, значит, гости из Каба Верды. Вот, я говорю, ну вот таким образом, поэтому да, как бы эти асфолты рассеяны, они сделали понятие, многие русские понятия, как бы, интернациональными, они требуют перевода, там всем понятно, что есть там русский балет, там русская песня, какие-то визитные карточки, но, наверное, все-таки, если так глобально мыслить, лучше бы, чтобы эти асфолты не рассыпались таким образом, да, лучше, чтобы просто как бы один такой большой кристалл сиял, и весь мир на него смотрел, и возможность такая была, но что случилось, то случилось, теперь как бы, вот мы можем только осколками наслаждаться, и искать в этом что-то положительное. Мне хочется тут заметить, отвлекаясь немного от вашего вопроса, вы упомянули Юлу Бринера, и я вчера в рамках конкурсной программы, вот фестиваль русской зарубежи, с которого мы начали, там один из фильмов посвящен актеру Олегу Видову, если помните, был такой актер, из Германии в Советском Союзе, он играл в «Садник без головы», он играл в «Джентльменах удачи», таксиста, ну и масса других у него ролей, был очень известный в свое время актер, он потом эмигрировал тоже, и вот он эмигрировал, как бы, с косвенной подачей Юлы Бринера. Дело в том, что они в конце 60-х годов, был масштабный проект, югославский фильм, по-моему, он назывался «Битва на Нерли», что-то такое, река там, Тида лично финансировал фильм, масса такая, эпопея про югославских партизан, и пригласили мировых звезд, там играл в частности Юл Бринер, там играл Сергей Бондарчук, и там играл Олег Видов. И Видов пишет, что, глядя на Бринера, он понял, что хочет жить так же, то есть, ну, тот был человек западного мира, звезда, скороносная, и он видел, что Бринер сегодня снимается там, завтра едет там в Вену, послезавтра летит в Голливуд, и ему хотелось так же. И Бринер, глядя на Видова, как бы поощрял его тоже, сделать это так, чтобы жить свободной жизнью. И когда Олег Видов в итоге там оказался на Западе, он ушел в Австрию, уехал, потом жил в Америке, известная история, в 90-е годы они выкупили архив «Союзмультфильма», и вот эти все рисованные мультики, там «12 месяцев», там и всякие другие, вот 50-х, еще 60-х годов, они их реставрировали, они их переозвучили, и познакомили западного зрителя с огромным массивом русской культуры, вот мультипликации прежде всего. И это тоже же влияние, собственно говоря, русского мира на мировую культуру, вот такое, как бы опоследованное, которое началось, было инспирировано просто Илон Бриннером, которое потом вытолкнуло в эмиграцию. И уже оказавшись там, он сделал вот такой проект, перевел все эти мультиплики, отреставрировал их, показывал там и в Японии, и в Америке. Тоже, да, вот как бы все это продолжение влияния русской культуры на мировую. Причем, по-моему, даже звезды Голливуда бесплатно, практически за копейки озвучивали эти мультфильмы. Ну, вот просто Олег Видов убеждал их сделать это доброе дело. Хотя в самой России, я знаю, что немножко отнеслись неоднозначно, и вот якобы упрекали в том, что он присвоил себе незаконный этот архив мультфильмов. Ну, в общем, какая-то была такая не очень хорошая история. хотя мне кажется, что это, конечно, было великое дело. Ну, по меньшей мере, интересный проект. Да. Максим, может быть, вот несколько слов, действительно, возвращаясь к теме музыкальной миграции, вот кто, с кем, может быть, вам удалось побеседовать, пообщаться, взять интервью у каких исполнителей, которые вот творили в эмиграции, я знаю, что у вас огромное количество вот и фотографий выкладывается с встречи вот с этими людьми. Какие-то легенды, действительно, уникальные имена, интересные? Я сейчас сход про... У нас был просто короткий, у нас прервалось след на несколько секунд, и я начало вопроса, честно говоря, пропустил, но понял, что он связан с именами русской эстрады русского зарубежья. С кем лично вы встречались? Я сейчас сходу не скажу. Ну, я встречался со многими, там, ну, как бы мне повезло с Борисом Рубашкиным общаться, и с Петром Худяковым, это тоже эмигрант из Австрии, который долгое время был руководителем оркестра Бориса Рубашкина, и когда Борис Семенович приезжал еще в 80-е годы, в 89-м году с концертами в Советский Союз, то Петр Худяков был руководителем его оркестра, и вот с Петром Александровичем мы дружим, я даже был как-то лет 6 назад в пресс-туре, вместе с ним он ездил с гастролями по Швейцарии, со своим хором казаков, и я был как бы с ними, писал заметки путевые, писал статьи, публиковал, было очень интересно смотреть, как швейцарцы встречают русскую песню, ни слова не понимая, стоя аплодируют, было очень интересно, то есть, да, конечно, с кем-то общаюсь, я хотел похвастаться другой вещью, в прошлом году в Торонто умер один журналист, довольно известный в Канаде, русский, русскоязычный, и его вдова пригласила меня, и когда я архив его разбирал, я нашел запись неизвестного концерта Высоцкого в Детройте, эта запись была сделана в рамках Американской гастроли Высоцкого в январе 79-го года, когда он проехал по-моему, 12 городов, и там, ну, Нью-Йоркский концерт хорошо известен, он даже на пластинке был издан практически сразу, а в других городах не везде запись велась, и вот было известно, что концерт этот был, записи не было, и вот она нашлась случайно, она, конечно, качество там оставляет шлать лучше, скорее такой исторический документ, чем, ну, полноценное какое-то выступление песни все известные, но все равно для тех, кто исследует творчество Высоцкого и любит его, это важно, то есть это новые полтора часа из жизни поэта, что называется, это какие-то реплики, которые он произносит, слова, вариации песен, все равно все это было важно найти, мне очень приятно, что вот такая удача мне улыбнулась, это не какой-то там, не то, что это неизвестная рукопись Пушкина, песни Высоцкого, ну, вернее, записи, вариации песен, неизвестные концерты, они находятся примерно, может быть, там раз в год, в два, в три, но мне приятно, что вот и мне посчастливилось найти такой концерт, я его выложил у себя на канале в Ютьюбе, так, прям в том качестве, как он был, ну, люди слушают, нравится, да, вот, то есть я, кстати, нашим слушателям хочу сказать, что да, мы беседуем с Максимом Кравчинским, и вот, если вы найдете его канал на Ютьюбе или, ну, или в Фейсбуке следите за его творчеством, за его находками, исследованиями, то вы можете тоже присоединиться вот к этим очень интересным каким-то находкам, и одна из тем, которые вы тоже затрагивали в своих книгах, очень интересно, о том, что многие песни, которые считают, ну, как-то ушли, считали сплотными и звучали, может быть, с экранов кинотеатров, они писались с членами Союза композиторов, и вот, тоже такая очень интересная, ну, вот, как в народе их все время воспринимали как народное творчество, а на самом деле за этим стояли достаточно такие очень известные имена. Вот, может быть, несколько слов об этом сюжете? Скажу, две истории расскажу. Вот, первая история, которая меня самого поразила, у меня книжка выходила, по-моему, пять лет назад, она называлась «Интеллигенция поет блатные песни», ну, и по известной строчке Евгения Евтушенко, и она была посвящена как раз тому, чему вы сказали, звучанию, скажем, блатных запрещенных песен с советского экрана. Конечно, они звучали от имени отрицательных персонажей, но это было массовое явление, то есть, и белогвардейские, и романсы, и одесские песни, ну, все то, что с официальной эстрады ни в каком виде прозвучать не могло, в кино звучало и довольно часто, причем, нередко кинематографисты, они, как мне Юрий Ряшенцев, такой поэт известный, сказал в интервью, мы любили вставить такую шпильку советской власти, такую фигу в кармане показать, и, скажем, помните, вот в государственной границе, по-моему, пошли нам, господи, терпение, такая песня звучит, это на стихи, так называемого царского поэта Сергея Пехтеева, то есть такая антисоветчика, такого махрового, который просто античеловека, который ненавидел своей душой большевизм, но каким-то образом протащили на экран, и песня эта прозвучала, или, скажем, институтка, не смотрите вы так сквозь пришуренный глаз в государственной границе в сериале советском, она переделана несколько, но звучит тоже, эта песня написана, как считается, эмигранткой Марией Вегой. А у меня был такой случай, помните такой фильм на графских развалинах, 57-й год, по Аркадию Гайдару, ну, такая незатейливая картина, когда после гражданской войны из эмиграции возвращается бывший граф, чтобы выкопать, значит, клад, который он спрятал в своей усадьбе, и там мальчишки ловят, так сказать, белогвардейских шпионов и так далее. И там одна сцена, она в пивной, пивное золотое дно, и там, значит, отрицательные герои какие-то поздние строят, замышляют свои планы, обсуждают, и звучит песня «Мальчики-налетчики». Эх, мальчики, да вы налетчики, кошелечки, кошельки, да кошелечки. И она звучит полностью в этом фильме. Там вообще песен много, там на заставке звучит «Мы родились в 17-м году», а походу такая, такая революционная песня, а походу сюжетов звучат «Мальчики-налетчики», «Всюду деньги, господа», и масса таких дворовых, там, народных, скажем так, песен. Ну, и в титрах стоит имя, значит, автор песен Евгений Евтушенко. Ну, и я был уверен, что на титрах вот эту революционную, значит, без сомнения, Евтушенко, ну, а остальные-то еще, там, они народные или какие-то, и так далее. Ну, что-то вот через сомнение меня грыз, и когда эту книгу стал писать, я решил все-таки Евгений Александровича спросить насчет остальных песен. И нашел его, он тогда преподавал в этом университете, в Оклахоме, по-моему, и через помощника я списался с ним по электронной почте, и получая ответ неожиданный, он мне пишет, «Максим, песня «Мальчики-налетчики» моя». Это вообще первое стихотворение, которое он написал как песню. И вот она, ну, настоящая блохная песня, она написала Евгений Александровича Евтушенко, номинант на Норвежскую премию. То есть такое случалось, да, нередко, в классе эти советской литературы писали подобные произведения. Ну, я могу еще несколько примеров привести, но хочется сказать о другом. Вот вы знаете, наверняка песню «Чупщик», которая связана напрямую и с Ригой, потому что Петр Лещенко ее пел, считается лучшим исполнителем этой песни «Чупщик». И она, в общем, народная, долгое время никто ничего найти не мог, кто же ее автор. И я когда канал свой открыл на Ютьюбе, ну, записал, как бы назвал это громко, «История песни «Чупщик». А истории как таковой нет, потому что я не знал, кто автор. Я привел там полдюжины вариантов исполнения и Петра Лещенко, и Юрия Морфеси, рассказал там о каких-то несчастливых приключениях, скажем, «Чупщиков» в годы войны, потому что известно судьба там и Петра Лещенко, и Юрия Морфеси, которые так или иначе затрудничали, в общем, с немцами, там, по своей воле или не по своей воле, это вопрос второй, ну, в общем, такие приключения «Чупщик» описал, но об авторстве, в общем, ничего сказать не смог у внятного. И после выхода программы пошли отклики, которые позволили вот эту мозаику собрать. Я сегодня могу с уверенностью сказать, что автором песни «Чупщик» является куплетист Станислав Сарматов. Она была написана примерно в 23-м году, и в 24-м впервые записана им самим на пластинку. И оригинальный вариант песни «Чупщик» там где-то 7 куплетов, которые постепенно сокращались, и вот сейчас мы знаем канонический вариант «Тролеченка», где 3 куплета звучат. Но это, я могу говорить практически со 100% вероятной, так сказать, гарантией, что именно Станислав Францович Сарматов автор песни «Чупщик». Мы это можем прямо утверждать. Да, вот такая история, как бы, то, что удалось за последний год буквально открыть и такое совершить. Максим, ну, а вот интересно, это только ваши такие исследования или есть еще люди, которые пытаются сложить эту мозаику, потому что ведь, с одной стороны, это уходящий кадр, то есть понятно, что уже сейчас не будет в живых людей, которым могли рассказывать люди, ну, вот, то есть прошло уже 100 лет с момента создания вот этих песен. Вот есть ли какие-то исследования, которые позволяют сохранить, ну, то есть, или это считается такой маргинальной частью культуры, которая не интересует там историков культуры? Да нет, ну, есть, конечно, я не одинок в своих устремлениях и исследованиях. Есть замечательные книги человека из Ростова-на-Дону, которого зовут Александр Сидоров, он написал три тома исследований, тоже посвященные вот истории создания блатных песен, причем самых красных, там, вот, на Дерибасовске открылся пивная, до, там, перебитых поломанных крыльев, причем он это делает, создавая такой исторический фон, ну, скажем, ну, условно говоря, да, вот на Дерибасовске открылся пивная. Он берет газеты и смотрит, а вообще была ли пивная на Дерибасовске там в то время или нет. Да, если была, то какая бы я настояла, там, была ли она на Дерибасовске или на Богатяновске и так далее. И, конечно, ну, было бы странно, да, что песни эти слушают все и исследуя их один. Конечно, есть. И пишутся книги, у каждого своя тема, там, кто-то больше, скажем, ретроэстрады средств занимается, кто-то, там, первой волной эмиграции. Есть, да, не так много людей, но есть люди, которые, в общем, посвятили свою жизнь этому. Ну, скажем, в Москве живет такой замечательный человек Борис Александрович Савченко. Он, наверное, первым выпустил книгу, которая, я не помню, как она называлась, что-то типа «Звезды ретроэстрады», это еще конец 80-х годов, и он впервые опубликовал биографии Вадима Козина, Юрия Морфеси, Изо Кремов. Конечно, такие люди есть. В Краснодаре жил замечательный краевед и писатель Виталий Петрович Бордадым. Он написал две книги, тоже очень интересные, про Петра Лещенко и про Юрия Морфеси. И это очень важно, что они как бы, первые книги, они делались, ну, материала было мало, интернета не было, люди работали с какими-то непроверенными иногда источниками, но все равно было очень важно, что такие книги появляются, просто эти имена из небытия практически достаются. Есть люди, скажем, которые, такие имена, ну, я как бы чуть уже вперед забегу и отвечаю на ваш вопрос, да, я думаю, что эта тема, она неисчерпаема, и она всегда будет интересовать последующие поколения. Вот сейчас очень мощное такое движение существует исследователей творчества и жизни Высоцкого. Я вот дружу с Марком Цибульским, и он пишет интереснейшие книги о сыгранных и несыгранных ролях Высоцкого в кино. Вот мы выпускали книгу, она называлась «Владимир Высоцкий и его кино». Интереснейшая фактология там. Потом такая же книга была о сыгранных и несыгранных ролях Высоцкого в театре. И как бы это звучит, может быть, несколько сухо, но там за каждый несыгранной ролью история большая. И все это с фактами, с документами. Потом в Петербурге живет такой Дмитрий Петров, а в Киеве жил Игорь Ефимов. Они написали потрясающую книгу про Аркадия Северного, которая называется «Аркадий Северный Советский Союз». Она свободно доступна в интернете. Потрясающее исследование. Вот тоже такой портрет на фоне времени. Так что, конечно, есть люди, которые интересуются той или иной темой, пишутся эти книги про исследования какие-то музыковедческие. Ну, да, я думаю, что, знаете, пока песня будет звучать, всегда найдутся люди, которые захотят исследовать, кто ее пел, кто сочинил. Как бы это нормально. Вот времени остается очень мало, но хотел еще задать такой вопрос. Вот странный парадокс. Ведь песни эти во многом, по большей части, запрещенные в Советском Союзе, которым, ну, или полузапрещенные, тем не менее, ведь слушали и генералы армии, милиции. То есть, в принципе, ну, вот, например, я не так давно говорил с нашей латвийской исполнительницей, вот, Евой Акуратарев, которая пела, ну, в песне латышской эмиграции, и вот, встречаясь сейчас, она вдруг, ну, с какими-то там генералами говорит, а я тогда был еще там, не знаю, там, майором или лейтенантом, мы слушали, копировали вот эти в вашем исполнении, хотя, ну, вроде за вами же следили, вас должны были там, ну, как бы пасти, и нам это все равно нравилось. То есть, мы между собой это копировали. Вот этот какой-то странный, вот, ну, как бы, кавкианский парадокс, что те же самые люди, которые гнобили этих исполнителей, они с удовольствием где-то вот в своем кругу эти песни копировали и слушали. Да, Максим, у нас, по-моему, пока я так встрял со своим монологом, по-моему, прервалась немножко связь. Да, связь немножко плывет, как меня слышно, хорошо? Да, сейчас слышно, да. Да, ну, действительно, да, это такой парадокс, я думаю, любого тоталитарного общества, но в Советском Союзе, ну, как бы, эти песни, они шли в разрез с моральным кодексом строителей коммунизма, да, невозможно было, чтобы они звучали с большой сценой, потому что, ну, с точки зрения идеологии тогдашней, они призывали людей к этим, да, ну, в общем, не звали строить светлое будущее, но в узком кругу, конечно, как бы, известный факт, так что, ну, самая любимая моя история был такой Дмитрий Степанович Полянский, член ЦК КПСС, по просьбе которого был записан вот знаменитый концерт Алика Ашмянского, он же Алик Фарбер, одесских песен, я эту историю в одной из книг своих описываю, когда просто по прямому указанию члена ЦК партии в Одессе на студии, организованной по звонку опять же члена ЦК, был записан концерт одесских песен, и это было сделано потому, что даже члены ЦК не имели возможности слушать эти записи в хорошем качестве, а хотелось, и они просто организовали, я вот, мы с этим продюсером и, условно говоря, меценатом создание вот целого концерта одесских и плотных песен, это известная история, она в начале 70-х годов в Одессе случилась, кстати, вот, к сожалению, Алик Ашмянский умер в этом году в Лос-Анджелесе, да, автор этого концерта, и такое было с полшериадом, там, Южа Лешковский, автор песни «Окурочек», товарищ Сталин, он вспоминал, что ему рассказывали, что Брежнев и сотоварищи во время охоты очень любили вот эти его песни петь, всякие такие, что это такое, я даже не знаю, как это назвать, наверное, там, психотерапевты или кто-то еще могут сформулировать, что же это такое, когда одной рукой ты запрещаешь, а оказываешь в русской компании начинаешь это петь, ну, да, такой сплошь рядом. И Аркадий Северного песни звучали, конечно же, и в «Черных Волгах», есть известная байка, что Аркадий Северный в конце жизни выступал по приглашению дипломатов в МИДе, на Министерстве иностранных дел, и якобы после выступления советские дипломаты подарили ему целый дипломат денег, маленький чемоданчик, который он тут же, значит, выпив на радостях и потерял, в ближайшем партии на скамейке уснуть. Да, ну, да, такое происходило. Есть же еще другая байка замечательная о якобы состоявшейся встрече Аркадия Северного и Леонида Брежнева, которая случилась в Сочи в ресторане «Кавказский аул», когда Брежнев, ну, это легенда, ну, в общем, я ее озвучил, когда Брежнев, якобы оторвавшись от охраны на одном из своих западных лимузинов где-то колесил по серпантину южному и остановился у Кавказского аула, а Аркадий Северный там репетировал с музыкантами, куда на лето приехал под халтурей. И вот якобы такая встреча была, они пили, пели, вот, а потом, когда Брежнева охрана нашла, то за всех взяли подписку о неразглашении. Да, легенда красивая, но даже если этого и не было, то Брежнев, несомненно, эти песни слушал, потому что в архивах, кстати, есть, не так давно открыли архивы, да, и там нашли стихотворение Брежнева, написанное по мотивам убийства Воровского, но оно написано под подражание Игоря Северянина, это было у моря, где лазурная пена, а он писал, это было, я не помню, где убили Воровского, там, где там, вот, то есть он буквально такой парафраз стихотворения Северянина посвятил убийству Воровского, то есть все это поколение было не чуждое и Северному, и Песням на ребрах, и Вертинскому, и «Песням на ребрах», и так далее. Поэтому, конечно, слушали, да. Хотя призывали совершенно к другому. Ну что же, нам показывают, что, к сожалению, вот час пролетел совершенно незаметно. Максим Кравчинский, следователь авторской песни, и кинорежиссер, и журналист с нами был на прямой связи. Огромное спасибо, Максим. Надеемся, что сможем еще как-нибудь позвать вас в эфир. Уже, может быть, из Торонто договориться о новых встречах. Спасибо вам. Хорошего дня. Всего доброго. Спасибо за приглашение. До свидания. До свидания. Утро на Болткоме.